Главная ошибка, которую совершают многие, это попытка выдавить вросший волос или расковырять. Такие действия могут привести к сильному воспалению или даже инфицированию. Мы расскажем, как бороться с вросшими волосами правильно и без последствий. Вымыть, вытереть насухо и продезинфицировать кожу. Обязательно продезинфицировать иглу и пинцет, который вы будете использовать. Аккуратно поддеть волосинку иголкой и вытащить пинцетом. Обязательно нанести на кожу антисептик. Лучше всего воспользоваться хлоргексидином или мирамистином, если нет под рукой настойкой календулы или раствором фуроцеллина. Важно! Не игнорируйте ни один из этих шагов, чтобы избежать воспалений и инфекций. Если возникает необходимость убрать вросшие волосы под мышками, не пытайтесь сделать это самостоятельно. В этой зоне неудобно проводить манипуляцию самому. Поэтому, чтобы не расковырять ранку и вытащить волосинку целиком, лучше попросить кому-нибудь о помощи. Чаще всего приходится бороться с вросшими волосами на ногах. Здесь вполне можно справиться без посторонней помощи. Кожа на ногах не отличается особой чувствительностью. Главное, когда приступаете к манипуляции, не забывайте о мерах предосторожности. Обязательно используйте антисептик. Если ваша кожа слишком чувствительная, она может отреагировать появлением пигментных пятен. В таких случаях рекомендуется использовать пилинг против пигментации после врастания волос. Распарьте пораженное место. Важно открыть поры, чтобы дать волосу самостоятельно вылезти. Для этого достаточно наложить теплое полотенце на пораженное место на протяжении 3-4 минут или же пока оно не станет холодным. Используйте иглу и пинцет. Освободиться от вросших волос, которые застряли глубже, помогут игла и пинцет. Продезинфицируйте их с помощью спирта, а затем аккуратно подцепите волос и распрямите его. Не нужно сразу вырывать его, так как это может спровоцировать новое врастание. Делать процедуру необходимо крайне осторожно, иначе есть риск повредить кожу. Ведь вам не нужны шрамы. Также можно слегка надавить на волос, если он врос не слишком глубоко. Он должен выскочить из своего гнездышка. Ни в коем случае не брейтесь. Побриться в таком случае может показаться логичным решением проблемы, но это не так. Ведь проблема образовалась именно из-за удаления волос, поэтому не стоит этого делать во время раздражения. Не пользуйтесь косметикой с этиловым спиртом. Этиловый спирт способствует тому, что кожа сушится и раздражается. Поэтому кремы для бритья и после, в которых есть этот компонент не нужно использовать. Не чешите зону с вросшими волосами. От того, что волосы врастают, появляется не только раздражение, но и зуд. От расчесывания будет образовываться все большее воспаление, а также возможно инфицирование. Мойтесь два раза в день. Пораженную зону стоит каждый день мыть дважды. Для смягчения нужно использовать теплую воду, а также очищающие средства, это позволит быстрее удалить вросшие волосы. Используйте специальный крем. Избавление от проблем может поспособствовать крем с пометкой для удаления вросших волос. Необходимо наносить его дважды в день. Также можно применять антибактериальные мази, которые избавляют от зуда, раздражения и покраснения. После посещения косметолога вам могут быть назначены некоторые препараты, которые помогут избавиться от надоевшей проблемы. В этот список входят ретиноиды. Врач в некоторых ситуациях назначает кремы, помогающие убирать умертвевшие клетки с поверхности . К ним относят препараты третиноид. Они помогают облегчить гиперкератоз, что значит утолщение и гиперпигментацию, потемнение участка, которые часто можно заметить на смуглой коже, склонной к вырастанию волосков. Кортикостекоиды — хорошая стероидная смесь, помогает контролировать процесс, связанный с воспалением. Антибиотики мази, имеющие в своей основе антибиотики, могут предотвратить инфекцию, которая присоединяется вследствие повреждения болезненного участка. Если инфекция будет протекать в тяжелой форме, то для лечения могут назначаться антибиотики перорально. Субтитры создавал DimaTorzok